разбираем 10 достопримечательностей калининграда ради которых вам обязательно стоит посетить этот город рыбная деревня торгово-ремесленный квартал оформленные в стиле довоенного кёнигсберга совершенно не похожий на другие районы калининграда его начали строить 2006 году на месте старого рыбного рынка отсюда и название множество домов в стиле старой германии мосты готические башни и замки сувенирные лавки и уютные кофейни все это похожее на красивую открытку на башне маяк есть смотровая площадка с которой открывается панорама на весь город с речного вокзала можно принять участие в прогулке по реке приголя и полюбоваться на город с воды в этом районе есть отели и рестораны разного уровня и цен магазины янтаря художественная галерея спортивно-развлекательные центры торговые комплексы как и в былые времена здесь кипит веселая жизнь остров канта его еще называют к найбхов или центральный одно из красивейших мест города главное его украшение кафедральный собор построены приблизительно в 13 14 веках в нем находится музей посвященный великому немецкому философу иммануэлы канту неподалеку на острове можно посетить его могилу собор стоит в окружении красивого парка с тысячами редких растений из разных стран он называется парком скульптуры потому что здесь также есть десятки статуй посвященных талантливым и выдающимся историческим личностям местные любят устраивать на острове пикники с пледом корзиной сэндвичами и прекрасным видом на проплывающие по приколе корабли музей мирового океана это первый российский маринистический музей на его территории работает научные лаборатории проходят конференции выставки и симпозиумы музей можно увидеть экспозиции посвященные геологии мирового океана флории фауне тысячи образцов раковин разных моллюсков более 300 видов кораллов а в аквариумах плавают редкие тропические рыбы здесь хранятся первые модели подводных лодок старинные якоря пушки и настоящие суда прежних времен такие как витязь космонавт виктор подсайф музей янтаря единственной в россии музей янтаря и один из главных символов калининграда был открыт 1979 году он расположен на территории крепостной башни дона немецкого оборонительного сооружения середины 19 века на берегу озера верхняя здесь все виды янтаря в том числе образцы с включением остатков растений и животных и самый большой в россии янтарный камень весом 4 килограмма 280 грамм также здесь вы найдете ювелирные украшения скульптуры и предметы быта из янтаря особую ценность представляют изделия выполненные европейскими мастерами 17 века само здание музея тоже вызывают культурный интерес у туристов курская коса в районе пролива клайпеды есть узкая полоса земли разделяющая балтийское море и курский залив длина перешейка 98 километров он тянется от селиноградская до клайпеды литва в разных местах ширина курской косы отличается от 400 метров до трех километров и 800 метров это уникальный природный заповедник с песчаными дюнами живописным морем чистым воздухом и танцующим лесом местные называют его пьяным а все потому что стволы хвойных деревьев изгибаются причудливыми зигзагами и петлями точных объяснений этому феномену нет лишь множество предположений баек если присмотреться здесь можно увидеть следы косуль лосей и кабанов около половины косы принадлежит россии а вторая часть литве в 2000 году курская коса была внесена в список всемирного наследия юнеско добраться до места можно на пароме или автобусе с экскурсией либо своим ходом центральный парк центральный парк калининграда находится на территории которую раньше занимали парк луизенваль и третье альштадтское кладбище в начале девятнадцатого века здесь была летняя резиденция прусских королей в парке можно увидеть беседку королевы луизы в честь которой называется парк луизенваль памятнику барону мюнхаузену и высоцком здесь большое количество ресторанов аттракционы батуты и детские площадки есть колесо обозрения два фонтана и певческая сцена в 2007 году парк получил статус культурного наследия города историко-художественный музей это главный культурно-исторический центр области головной филиала музея был открыт в 1946 году для посетителей открыты пять тематических залов истории региона природы археологии войны и горизонты памяти здесь хранятся редкие коллекции книг исторические документы скульптуры картины изделия из янтаря и нумизматические коллекции художественная галерея существует с 1988 года и содержит уникальную коллекцию порядка 14 тысяч произведений искусства среди которых экспозиция живописи скульптуры народных промыслов истории и культуры восточной пруссии на сегодняшний день это единственный художественный музей в области в галерее можно увидеть артефакты социалистической эпохи конца прошлого тысячелетия и самую большую коллекцию известного художника или билютина ежегодно здесь проводится до 50 временных выставок в том числе из третяковской галереи в москве из русского музея и эрмитажа в санкт-петербурге из гетте института и других музеев площадь победы площадь победы находится в самом центре калининграда она получила свое название после войны площадь украшает триумфальная колонна или колонна победы и памятный знак в виде восьмиконечной звезды установленный в 2005 году канун 750-летие города а также кафедральный собор христа спасителя зоопарк калининградский зоопарк один из самых больших и старейших зоопарков россии был основан в 1896 году немецким предпринимателем германом классом в году второй мировой войны достался к ленинграду здесь шли бои почти все животные погибли сегодня вход зоопарк украшен групповыми скульптурами портретами разных животных сохранены некоторые исторические постройки зоопарке живут животные со всего мира центре парка есть фонтан бьющий на высоту до 18 метров